Хочется быть успешным человеком и в целом реализовать себя не только, как все привыкли в материнстве, хотя в этом тоже нет ничего плохого. Со стороны кажется, что, например, ваять сувениры из гипса легко, но в любом предприятии нужна смелость, чтобы начать. Тема страхов одна из главных на форуме «С любовью о бизнесе», который объединил 600 участниц и экспертов со всей страны. «Самый большой страх – это страх публичного выступления. Он стоит на втором месте после страха смерти. Почему? Потому что, когда мы начинаем говорить о себе, заявлять о себе, у нас с вами появляются все какие-то моменты неполноценности, которые есть внутри. И постоянно я работаю со стеснением женщин». Женщина умеет действовать, не думая. Это и плюс, и минус, говорят эксперты. Несмотря на большой запас энергии, часто из-за неуверенности в своих силах женщина выбирает семейный бизнес, чтобы иметь опору на сплоченную команду. «Я никогда не самоустраняюсь. Наоборот, всегда в курсе событий стараюсь быть. Наша компания тоже старается соответствовать и всем тенденциям, и современному экономическому состоянию в стране». Самостоятельные бизнес-леди стараются сохранять свою женскую природу и не подражать коллегам-мужчинам, привыкшим вести переговоры жестко. «Когда ты на работе требовательный, когда ты жесткий, и ты должен прийти домой и стать совершенно другой. Милой, нежной, спокойной, заботливой. И смена этих ролей дается не каждой». На форуме также обсудили, как сегодня важна бесплатная поддержка предпринимателей, юридическая, финансовая и не только. 70% из тех, кто обращается за этой помощью – женщины. «Хорошо вам известны образовательные программы «Малопредприниматель», которые дают возможность женщинам в декрете или женщинам с несовершеннолетними детьми открыть собственное дело. Это и различные финансовые инструменты, которые предоставляются вам в приоритетном порядке на льготных условиях для реализации ваших проектов». Кто женщина огонь, а кто воплощение другой стихии – участницы форума сделали выводы, узнав себя в историях экспертов. Теперь созидать и применять новые знания в жизни. «Сейчас время творчества, время соединения. И мы, обмениваясь опытом, делаем наш мир просто краше, прекрасней». Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.